Вы смотрите специализированный выпуск информационной программы прямой эфир студии ведущей Натальи Васильева. Здравствуйте! И сегодня гость в нашей студии, директор МКУ, контакт-центр города Димитровграда Антон Абрамов. Антон Витальевич, добро пожаловать в нашу студию. Практически месяц прошел с тех пор, как у нас в Димитровграде заработал контакт-центр. Расскажите, пожалуйста, о предварительных итогах этого тестового режима работы. И, наверное, вы уже перешли все-таки на постоянное. Да, на самом деле мы перешли уже на постоянный режим работы. С 9 января, еще раз повторюсь, 9 января 2017 года начал свою деятельность муниципально-казенное учреждение «Контакт-центр», основная цель которого является это оказание, так скажем, бесплатной юридической помощи с жителем города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. За период работы, ну, как вы говорите, чуть меньше месяца, к нам в наше учреждение поступило уже более 100 человек. Это и личные приемы, и обращение граждан по телефону. Основные вопросы, которые задаются жителям, это, конечно, у нас проблемные вопросы, касающиеся оплаты за жилищно-коммунальные услуги. То есть это сейчас с 1 января, вы, наверное, слышали то, что мы большие изменения внесли в личное законодательство. И оплата за ОДН, это как срока ОДН, пропала, и теперь это будет содержание места общего пользования. Мы про изменения чуть позже, сейчас давайте небольшой срез в работе контакт-центра. Согласен. Более того, к нам обращаются не только по начислению, но и по качеству предоставления жилищных услуг тем же самым управляющим компаниями, либо ресурсно-наждающими организациями. Очень много обращений по вопросам капитального ремонта, то есть порядок формирования, открытия специальных счетов. Также люди обращаются за защитой своих нарушенных прав. То есть в полномочиях нашего контакт-центра мы имеем право, и наши обязаны даже, да, оказывать жителям помощь в составлении допрецедренной работы, в том числе и подаче исковых заявлений от имени жителей в суд. То есть все заявки, которые поступают в службу 05, нами мониторятся. Проводятся контрольные обзоны жителей. В случае, если, допустим, мы видим, что заявка стоит ложная, либо выполнена, у нас есть сомнения по данному адресу, то есть мы непосредственно звоним заявителю и уточняем, фактически выполнена работа, либо не выполнена. То есть это определенный контроль за деятельностью управляющих компаний? Да, как я озвучил, управляющих компаний, ресурсно-наждающих организаций. Что еще показал этот месяц? Востребована ли работа контакт-центра? Ну, я, конечно, в корресе вон на себя как бы и... Похвалим, да? Похвалим, да. Мне кажется, все-таки жилищный вопрос, жилищно-коммунальные вопросы у жителей, это одно из первых проблемных вопросов, которые они сталкивают в своей жизни. Очень много еще, раз говорю, жителей обращается именно для разъяснения, да. Также, да, чтобы физически мы всех не можем принять, да, было принято решение, что с февраля месяца начнет свою работу школа грамотного потребителя. То есть это региональный проект партии «Единая Россия». То есть у нас будет проводиться в каждом районе города каждый четверг в различных общевыразительных заведениях, так и в школах. В школах грамотного, в указанных, так скажем, семинарах, да, обучениях планируется обучать не только старших по домах, но и всех желающих, так скажем, активных жителей, вот именно изменением жилищных, как правильно взаимодействовать с управляющими компаниями, как правильно вести себя при различных жилищных, так скажем, условиях, проблемах. Ну, вообще, допустим, по сравнению с, ну, два-три года назад, если вот взять период, да, вообще жители, собственники стали грамотнее? Есть ли вообще желание у людей защищать свои права и разбираться в том, что им приходит в платежках? Я думаю, что намного стали они грамотнее и стали более, так скажем, как правильно... Дотошнее, наверное. Дотошнее, заинтересованнее в этом вопросе. Стало как можно больше людей именно к этой проблеме относиться. Как бы, ну, называя, что это проблема, на самом деле, жилищно-коммунальное хозяйство, очень много вопросов возникает, и именно специфических вопросов, которому простому жителю очень сложно разобраться самому. В связи с этим он принимает помощь, ну, и интернету, да, как бы, и в том числе вот теперь может он обратиться не только к интернету, но и к нам, где, как бы, наши юристы дадут ему полностью разъяснения. Главное, чтобы не получилось, что рука руку моет. Знаете ли, вы долгое время проработали тоже в коммунальной сфере, и я думаю, что жители боятся, что они к вам обратятся с вопросом, а вы им немножечко не так разъясните в пользу управляющей компанией либо ресурсоснабжающей организации. За вами кто-то контроль осуществляет. Учреждение 100% финансируется из бюджета администрации города, то есть подконтролен я главе администрации города и главе города. То есть интересы коммерческих, коммунальных структур вы обещаете не соблюдать, а в первую очередь жители, интересы их защищать, да? Ну, я вам 100% говорю. Хорошо, мы проверим. Мы уже в начале программы с вами начали говорить, затронули тему. Это изменения, вступившие в силу с 1 января 2017 года. Давайте сейчас более подробно рассмотрим то, о чем необходимо сейчас знать горожанам. Да, на самом деле, еще раз повторюсь, жилищный кодес и ряд нормативных документов. Внесены были изменения в части оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Самое основное, это то, что с 1 января 2017 года оплата за, так как называемые, общедомовые нужды уходит в строку содержания жилого помещения. И это непонятно попадает, как было ранее сказано, что мы теперь не будем видеть это в своих платежных документах. Это будет указано в платежном документе отдельными строками. То есть у нас... Просто чуть-чуть выше переносите. Переносите еще раз, да. Выше у нас это. Теперь это будет называться содержание мест общего пользования. Но возникает ряд вопросов, и уже в наше учреждение поступило очень много обращений по вопросу, самому, так скажем, полезному, на который на сегодняшний день нет, так скажем, однозначного ответа. То, что если показания общедомового прибора учета меньше установленных нормативов. Здесь возникает вопрос, зачем устанавливали счетчики, зачем они нужны, если сейчас берется по нормативам. Мы сейчас говорим конкретно про УДН за электроэнергию, горячую и холодную воду и в скором времени водоотведение. Правильно понимаю? Да. Я позволю поясню. Смотрите, при первоначальном включении в статью вот этого вот плата за содержание жилого помещения решение общего собрания жильцов не требуется. Применяются нормативы, которые были утверждены 1 ноября 2016 года. Так. Но в законодательстве прописано о том, что субъект до 1 июня 2017 года должен утвердить новые нормативы именно на содержание мест общего пользования. И в этом случае требуется решение общего собрания. И вот в этот момент люди тогда принимают решение, как им все-таки оплачивать. Либо по общенобаловому прибору учета, и фактически, то есть потребление. В этом случае тогда, если они принимают о фактическом применении, то они будут сверхнормативно оплачивать в том числе. Либо все-таки они принимают решение, оплачивают по утвержденным новым нормативам. То есть, в принципе, если простым языком говорить, людям дается возможность сейчас, ну, грубо говоря, до июня месяца, посмотреть, что у них получается по оплате вот тех УДН, о которых мы говорили ранее, и то, что показывает их общедомовой счетчик. Если им выгоднее платить по счетчику, счетчик, допустим, наматывает меньше киловатт, например, то они могут на общем собрании принять решение, что мы будем платить исключительно по счетчику. Правильно, да, но еще и в дальнейшем, допустим, они сейчас в течение 17-го года принимают решение на общем собрании по проведению каких-то энергоэффективных мероприятий на доме. Например? Например, установка светодиодных светильников, если мы берем электроэнергию, датчиков, освещенности, ну, сейчас очень много у нас различных, скажем, материалов, которые помогают жителям сэкономить. И видят, что в результате этих мероприятий, да, у них по прибору учета, то есть намного меньше они стали себе тратить. И при утверждении нового тарифа на 18-й год, они также могут принять решение оплачивать, ну, они видят, что по прибору учета они потребили меньше, чем по нормативам. И тогда они уже принимают решение о том, что оплачивать фактически по прибору учета. Знаете, в таком случае, побоюсь показаться не сильно умным человеком, но я все бы чаще задумываюсь о том, что, ну, а зачем тогда это нужно было делать вот по этим нормативам? Ну, на ваш взгляд, я понимаю, что это не от вас зависит, что это федеральное законодательство. На мой взгляд, это то, чтобы человек мог уже знать, сколько ему необходимо сэкономить, а не сэкономить, а оставить деньги, во-первых, да, на следующий, да, допустим, каждая семья знает, там, на это мы потратим столько, на это столько, да, он знает, что на жилищно-коммунальные услуги он потратит вот столько, да. Но, и, все-таки, почему нормативы, да, чтобы жители, все-таки, жители, да, принимали решение, если они видят какие-то мероприятия энергоэффективные, что прибор учета показывает меньше, и в тратах они фактически меньше, чтобы они, все-таки, как вы правильно говорите, видели разницу между нормативным потреблением и по показанию мощного прибора учета. Сколько раз в год может собираться подобное собрание, чтобы пересмотреть тариф? По жилищному законодательству, менее одного раза в год. Еще какие-то изменения есть? Да, хотелось бы озвучить еще одно из важных, так скажем, на мой взгляд, это изменение о том, что теперь такое понятие, как нулевые квартиры у нас уйдут из оборота. То есть внесены, в том числе, вот это 354-е постановление изменения, что теперь, в случае, если отсутствует прибора учета, то оплата производится по собственнику. То есть, если раньше человек был не зарегистрирован в квартире, но был собственником, то оплата не производилась, то это была как бы нулевая квартира. Сейчас, если есть хотя бы один собственник, то будет вставляться одному собственнику. Более того, если, опять же повторяю, отсутствует индивидуальный прибор учета в квартире, то управляющая компания имеет право составить акт о фактическом проживании граждан. Но этот акт должен быть оформлен в определенном порядке. И этот акт является уже основанием для начисления по... Нормативам. И плюс повышающий коэффициент. Плюс повышающий коэффициент. Плюс количество лиц, которое указано в этом акте. То есть это нацелено на то, чтобы, так скажем, недобросовестные вот эти вот жильцы устанавливали очень домовые приборы учета, и оплата проводилась по ним. Скажем так, резиновые квартиры должны уйти в прошлое. И мы надеемся, что да, все-таки это изменение поможет. И у нас буквально несколько секунд осталось. Давайте подскажем горожанам, куда им следует обращаться в контакт-центр за юридической помощью. Контакт-центр находится по адресу улицы Курчатова, 21. Мы работаем с 9 до 18.00. Обеденный прерыв с 13 до 14.00. Спасибо большое за то, что нашли время, приехали к нам в студию. Спасибо за внимание телезрителям. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова